Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Привет! Я опять в своем любимом кресле и хотелось вам ответить на вопрос, который вы мне задали в комментариях насчет из Белоруссии, родом ли я из Белоруссии. Так вот, отвечаем. Как я связана вообще с Белоруссией, да? В общем, родом из Белоруссии у меня мама и я родилась сама родом из Латвии, родилась в городе Рига. Я тут жила и в первом классе я уже оказалась в Белоруссии. Проучилась там, не помню, класса 3-4, наверное, 4, да. В пятый класс я вернулась опять в Латвию. Вот такая вот история. После этого больше меня в Белоруссии не было и поэтому очень сильно хочется опять съездить, посмотреть. Вот. Так что приехала я в Латвию как раз... У нас в Латвии как раз с пятого класса был латышский язык, да, обязательно. И вот я вместе со всеми своими сверстниками начинали вместе учить латышский как иностранный. Да, это сейчас уже с первого класса, даже с садика учат. А я когда приехала, весь класс со мной вместе учил, получается, с пятого класса. Вот. Насчет этого я вам ответила и хотела бы еще немножечко порассуждать с вами насчет еды. Я не жалуюсь, конечно, я нахожу себе лучшие продукты, но вот в последнее время мне все труднее и труднее найти мясо. Свежее мясо, да, свинину, например. Вот. Приходится покупать в основном курицу, потому что мясо... Вот я, допустим, далеко ходить не надо. Вчера покупала мясо, чтобы сделать рагу овощное с мясцом, да, такое потушить. А получается, что жаришь мясо, а пахнет рыбой. Вот расскажите, у вас тоже такое есть? И где лучше его покупать, это мясо? Потому что в супермаркетах это точно отпадает, в Риме и в Максиме тоже отпадает. Сколько бы я не просила там взять кусочек мяса мне, чтобы перемолоть его, да, на мясорубке, через мясорубку, все равно вкус у котлет сейчас не тот. Я не знаю, я потеряла. Не знаю, раньше покупала в одном магазине участников, можно сказать, да. Потом у них тоже появилось там очень много хрящиков. В общем, сейчас у меня большая проблема найти мясо. Вот подскажите, если вы из Латвии, где вы покупаете мясо? Потому что, ну, придется от него, наверное, вообще отказываться. Так вот, что я хочу вам рассказать. Живут у меня в Беларуси родители. И вообще очень много знакомых здесь, да, даже в Юрмале. Даже далеко ходить надо у меня в близком кругу. Есть человек из Беларуси, который говорит, что он часто туда ездит, в Беларуси. И просто невозможно даже сравнивать, какие продукты здесь у нас и какие там. Он говорит, все, начиная от молочки и мяса, все совсем другое. Он говорит, когда приезжает туда, он не может насладиться просто вкусом, да, насколько вкусная еда. Вот. Так вот, я сейчас вспоминаю из детства то, что я там жила. И тоже, когда я сюда вернулась, я тоже чувствовала, что что-то не то. Но, так вот, сейчас я мечтаю просто поехать и попробовать белорусские продукты. Вот. Так что, попить даже того же белорусского молока. В общем, мне очень этого не хватает. Я очень соскучилась по вкусной еде. Вот. Так что, насчет мяса, если кто-то знает, где его лучше покупать. Или, может, вообще не стоит его покупать. Поэтому, как вы заметили, даже в покупках у меня в основном идет курица. Курица еще более-менее. А вот свинину, говядину у меня дома не едят, поэтому отпадает. Вот свинину вообще трудно очень найти. Поэтому вот это я хотела у вас узнать. Скоро я буду, готовлю видео для тех людей. Ну, я смотрю на моем канале все больше и больше новых людей, которые со мной не знакомы. Так вот, я готовлю такое небольшое видео. Где будут сразу ответы. Как бы, посмотрев это видео, вы будете сразу больше знать обо мне. Да? Сразу как бы познакомимся. Вот. Постараюсь подготовить его как можно быстрее. Вопрос времени. С временем, как всегда, напряженка. Вот. Хотела сказать всем большое-большое спасибо за поддержку. Большое спасибо за то, что вы мне пишете, как-то общаетесь. Еще совсем недавно я вам сейчас расскажу маленькую тайну. Когда я только открыла канал. Вот. И поэтому думала, что, почему он на меня не подписывается. Почему люди, ну, не задерживаются долго. Ну, тогда думала. Сейчас все. Сейчас я уже за этим не слежу. Сейчас нас уже стало... Ну, для меня это очень много. Я вообще не ожидала, что столько людей у меня будет. Так что, а еще хочу сказать большое-большое спасибо. И мне очень нравится, что наконец-таки на моем канале уже... Правда, это уже какое-то время. И, наверное, я уже говорила спасибо. Но на моем канале появилась обратная реакция, да? Если раньше просто лайки и писали такие вещи спасибо, заходи на чай, то сейчас я все больше и больше вижу людей, которые не за взаимной подпиской, как это раньше, да? Ну, типа, я тебя посмотрела, теперь ты давай меня смотри. Вот. Сейчас я смотрю, что все больше и больше людей, которым действительно все-таки интересно меня послушать, интересно посмотреть, как я тут живу, и все такое. Вот. Поэтому спасибо вам огромное. Чем больше вы пишете, задаете вопросов, тем больше у меня повода сесть и записать видео, ответить вам. Поэтому это круто. Это просто классно, что есть вот такая вот обратная связь. И я вижу, что все это не зря. Да, что даже когда, бывает, руки опускаются, ай, да ну и в этот Ютуб, у меня тут реальность, да? Тут куча всяких дел. Но когда я вижу, что вы мне пишете, мне сразу хочется, хочется быстрее-быстрее вам пойти что-то заснять, что-то рассказать. Вот. Расскажу вам сейчас еще немножко про погоду. Ребят, сегодня первый день, 23 февраля. Первый день, когда такой самый-самый классный день. Теплый день, солнечный, не дождик и ничего. Поэтому прекрасный день. И говорят, что до конца недели у нас будет солнечно. В общем, ребят, дело идет к весне. Все будет отлично. Потом еще я читала комментарии по поводу... Ну что, раньше люди, которые жили в Латвии, ездили тоже в Белоруссию, закупались вещами. Ну, действительно, так. Я из своего детства тоже, вот когда прочитала комментарий этот, из своего детства тоже вспомнила, что когда мы были маленькие, мы тоже очень часто ездили в ту же Литву. На эти горюнаи, в магазины всякие. В общем, ну, я маленькая была. Подробности сейчас не вспомню. Это надо спрашивать у родителей, куда именно. Но помню, что мы все время закупаться с вещами. Именно китайские очки, помню, детские Микки Маус. В общем, мы ездили тоже за границу. Значит, действительно, у нас этого всего не хватало. Вот. Вот вы мне пишете, да, такие вещи, и сразу вспоминаются. И так классно, вы не представляете. Так классно, когда есть кому отвечать. Так что, ребят, задавайте вопросы. Я подготовлю ответы. Я сяду, вам расскажу. Вот. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы есть у меня. Всем пока. Выспалась в автобусе. Пойду что-нибудь куплю вкусненькое своим мужикам. Так, Риме уже готовится к Пасхе. Посмотрите, какие зайчики. Тут просто, наверное, рай для садовника. Посмотрите, сколько. Так, для тех, кто не в курсе, вот у нас возле Риме поставили вот такой вот домик для сдачи бутылок. Вот наше Риме. И вот как выглядит этот домик. Так что, я надеюсь, что я правильно поняла, там внутри стоят две или три машины, и туда можно приносить бутылочки. Так что, кто будет первый, дайте знать, это они, не они. Так что, там довольно-таки затемненное стекло, и вовнутрь я не заходила. Но надпись, я так поняла, что все-таки для... Для бутылок. Так, сейчас мы подходим к детской площадке, которая, я думаю, сейчас закрыта. Хотя нет, открыто. Тут такие лазинки. Летом тут все время много деток. Есть тут всякие дорожки, на машинках катаются. В общем, тут детям лазить не перелазить. А мы с вами идем на базарчик вот этот вот, крытый, Лига. Что-то на Лига, на базаре ничего интересного не нашла. Зато в Риме купила тортик Рокко. Сейчас отметим 23 февраля. Мороженое взяла такое, по хорошей цене. Солись там 7 литр 400, всего 2,99 бананово-шоколадные. И взяла три вот такие бутылочки морковного сока разного вида. С клубникой, с яблокой и просто натуральный. Так что сейчас вот возле Дома культуры остановилась отдохнуть. Сейчас смотрю, увидела такую афишу, что в дзинтере, в концертном зале. Сейчас будут, видите, концерты для семьи. Для семей с детьми. Вот такие всякие разные выступления. Хотела спросить у вас. У нас, в общем, возле одного магазина дежурится все время цыганочка, такая женщина. А возле другого мужчина. Вот. И они все время спрашивают детям на покушать, но при этом стоят курят и с алкоголем. Ну, чувствуется, что он точно все время хорошо поддатый. Вот у меня вопрос. Вы бы давали деньги? Потому что так жалобно просит. Ему все время надо доехать. Три остановки, хотя у нас автобус бесплатный. Доехать к детям в больницу. Вот. Доехать к детям в больницу. А ей срочно надо накормить детей. Но при этом потом я их вижу все время вместе в Акаугури. Вот так. Какая красота. Сколько птичек. Ну, так вот. Вы бы купились на такое. Ну, ладно, первый раз я бы давала. Я дала пару раз. А потом они просто не отлипают. Ну, они ходят просто к магазинам, как на работу. Вот. Напишите ваше мнение по этому поводу. Давали бы вы или нет? Всё.